Как всегда, и всех лекторов было очень приятно слушать, достаточно высокий класс донесения информации. Но вот то, что, поскольку так получилось, что в нашем центре работает Евгений Наумович, и мы с этой проблемой постоянно сталкиваемся, то мы проводили анализ, и действительно у больных, молодых женщин, ну даже с возрастом, удаление обеих молочных желез профилактически были большие метаанализы, начиная от анализирования в 60-х, 70-х годах, когда даже не было речи о БРСЕ-мутации, то выполнение билатеральной мастектомии, значит, снижало риск развития, особенно при БРСЕ-мутации, на 90-95%, и, безусловно, больные не заболевали, ну фактически они выздоравливали. А вот было исследование, большой метаанализ, который показал, что при наличии уже имеющегося рака молочной железы, при наличии БРСЕ-мутации, то удаление второй молочной железы, профилактическое удаление второй молочной железы снижает риск развития в ней рака молочной железы, приближается там к 70-80%, а то и к 90% случаев. Но исследования, которые были опубликованы, они показали, что это не влияет на выживаемость. Ну, возможно, но я как-то не очень представляю, как могли вот такие исследования с таким длительным фоллоапом быть, там 20 лет, предположим, да, если БРСЕ-мутации мы определяем всего, ну ничего, да, вот так, вот так сказать, плотно, да, и то не во всех, не во всех как бы центрах. Мы реализировали наследственный анамнез, наследственный анамнез, у больных, да, с тягощенным наследственным анамнезом по раку молочной железы и раку яичников, и начиная с 60-70-х годов, там достаточно активно женщины просто клинически, когда выясняли, да, они готовы шли на удаление молочных желез и яичников, то вот эта вот процедура, она снижала, то есть они не заболевали раку молочной железы, по сравнению с той популяцией, которая вот это не выполняла. Ну, учитывая, что рак молочной железы им заболевает каждая 8-10 женщина, я думаю, что даже если мы пойдем по пути, ну это просто утопический путь, если мы будем просто удалять у всех, то мы, так сказать, получим какие-то цифры, улучшения, но мне кажется, это, конечно, это перебор, поэтому я думаю, что мы должны хотя бы вести речь о женщинах с уже свершившимся заболеванием и как бы обсуждать с ними это, потому что, ну, это решение в любом случае пациентки, безусловно. Но при свершившемся заболевании частота уменьшается, это точно. Спасибо. Есть какие-то вопросы еще ко мне или другим докладчикам? У меня вот вопрос к Дине Домировне. Дина Домировна, будьте добры, вот еще раз, просто вот по возможности, вот нам расскажите алгоритмы определения возможных мишеней и вот какие препараты, вот что вот предпочтительное назначение препаратов при немелкоклеточном раке легкого, аденокарциноме. Аденокарцинома, немелкоклеточный рак легкого, иммуногистохимический аденокарцинома, и GFR, и ALK-мутация, и GFR-мутация, и ингибиторы тирозинкиназы в первой линии. Сейчас у нас имеется возможность назначения трех препаратов. Гефетиниба, эрлотиниба и афотиниба. Есть некая разница все-таки между препаратами. Озвучу то, что каковы мои впечатления. Эрлотиниб и афотиниб имеют очень большие преимущества, касающиеся пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Как показывают данные литературы и опыт людей, которых с препаратами уже в России поработали, препараты действительно имеют... Есть одна работа очень интересная по афотинибу, по высокой концентрации препаратов спинномозговой. Ничего, что я вот так сакцентируюсь на важных для меня моментах, как клинициста. Концентрация высокой препаратов спинномозговой жидкости, достаточно высокая терапевтическая, и она действительно доказывает, что препарат реально контролирует метастатическое поражение головного мозга. И эта опция, на мой взгляд, чрезвычайно важна. Препараты третьей генерации, которые мы ожидаем, они на подходе. Я так предозреваю, что все-таки ближайшие два года нам дадут препараты. И алгоритм терапии пациентов с ингибиторами тирозинкеназа в настоящий момент может выглядеть следующим образом. Это назначение ингибиторов тирозинкеназа первого поколения, в случае прогрессии переход на препараты третьей генерации, а затем, в случае прогрессии на препаратах третьей генерации, назначение химиотерапии. Либо от обратного, сначала третье, я максимально сократила презентацию, у меня был очень красивый слайд, который показывал эти три подхода, которые имеют место быть. Либо назначение ингибиторов тирозинкеназа третьей генерации в начале, в случае развития прогрессии, короткий интервал назначения химиотерапии, потом возобновление приема препаратов первого поколения. В общей сложности при таких подходах мы где-то около года для пациентов выигрываем. На что бы еще хотелось обратить внимание, что в силу экономической ситуации мы действительно крайне быстро отказываемся с вами от ингибиторов тирозинкеназа, в случае, когда, я уже говорила, мы фиксируем парисист прогрессию. Действительно, статьи убеждают в том, да и, к счастью, есть личный опыт. Мы за 10 лет отличили более 100 пациентов. Он показывает, что при индулентном течении, при индулентном прогрессировании мы можем получить еще прибавку в жизни пациента, иногда до года. Это важно. Теперь, что касается маркеров резистентности Т790. Мы с Маратом Гордеевичем, с Казанью, в две республики, затеяли такое исследование российское. Я думаю, что в ноябре мы уже сможем о нем хорошо рассказать и много. Я не думала, что у меня будет возможность сейчас об этом сказать. Мы говорим о маркерах резистентности и прежде всего о Т790М. Те данные, которые мы получили, учитывая, что методика достаточно дорогая, мы набрали группу из 30 пациентов. Лабораторные условия предоставляет Татарстан. Мы в силу экономической ситуации получили возможность. Мы сделали программу по лечению рака легкого и получили 30 миллионов денег, которые позволили нам закупить ингибиторы теразинкиназы. И мы имеем возможность пациентам, тем пациентам, у которых АДЖФР-мутация выявлена, в первой линии сразу же по факту назначить ингибиторы теразинкиназы в первой линии. И вот именно на этих пациентах мы и отслеживаем маркеры резистентности, наличие мутации ЦИ. Причем мы работаем не с блоками, а с плазмой, что чрезвычайно важно. Вот наличие возможности определения обеих мутаций активных и ДЖФР, и Т790М в плазме это великолепная возможность очень быстро получить четкий результат. Поскольку мы часто видим пациентов с достаточно тяжелым ЭКОК, когда фактор времени начала терапии не может быть отложен и затянут, этот анализ в плазме крови можно сделать в течение двух суток. Для нас это, на мой взгляд, колоссальное достижение. Причем работа показывает, что корреляция между тканью и плазмой составляет порядка 94%. Это великолепный выхлоп для тех пациентов, которые могут правильную терапию получить сразу же в короткие сроки в первой линии. Говоря об ЛК-мутированных пациентах, ситуация в России гораздо сложнее. Да, мы сейчас в случае отсутствия ИДЖФР-мутации идем дальше, определяем ЛК-мутацию, но процент ее невелик. К счастью, это 4-7% от общего пула пациентов с аденокарциномой. Но ведь доступность препарата кризотениб, который не входит ни в какие списки, она невелика. И на самом деле только те крупные центры, которые имели возможность поработать с препаратом в клинических исследованиях, могут о чем-то, о своем опыте говорить. Вот в Республике Башкортостан всего 3 человека кризотениб получают. Понимая, какова стоимость препарата и какое дополнительное финансирование должно быть, мы все понимаем, что это является основным препятствием. Ну и, естественно, те пациенты, тот пул пациентов, который имеет аденокарциному, но при этом она не имеет драйверных мутаций, получают стандартную химиотерапию. Конечно, предпочтительный режим пиметриксет цисплатин. Но все мы понимаем, опять-таки, стоимость этого режима. И, например, мы в рамках тех денег, которые нам дополнительно выделили, имеем возможность лечить всего 12 человек в год. Это действительно колоссальные средства. Поэтому в этой ситуации мы можем говорить о плате на содержащих дуплетах, ну, как в варианте выбора. Мы говорим о лучшем и о том, что мы имеем на самом деле. Очень интересная ситуация с плоскоклеточным заболеванием. Я, пытаясь сократить время своего присутствия за трибуной, упустила такой момент, что прорыв и в этом направлении намечается. Ну, во-первых, поскольку найдены мутации, я показывала одну из таблиц, какое количество исследований идет в этом направлении в настоящее время. И очень интересно, что иммунологические, иммунотропные препараты, в частности, пебролизумаб, он демонстрирует активность относительно плоскоклеточного рака тоже, что является, на мой взгляд, революционным, поскольку мы все прекрасно понимаем, что для пациентов этой когорты никакого выбора, кроме стандартных платиносодержащих дуплетов, просто не существует.